С недавних пор актуальным становится вопрос Alternative Notion. Если попробовать поискать, то одним из первых вы найдёте Obsidian. У нас на канале есть целый курс, посвящённый этой программе, ссылку оставлю в описании. Ну а сегодня поговорим о другом решении, которое называется AnyType. Она использует протокол с открытым исходным кодом, который обеспечивает взаимодействие через зашифрованные данные и контролируемые создателями ключи. AnyType обрабатывает данные локально на вашем устройстве. Это означает, что все ваши заметки и документы хранятся и обрабатываются непосредственно на вашем компьютере, что обеспечивает высокий уровень безопасности и конфиденциальности. Синхронизация данных между устройствами происходит через одноранговые сети peer-to-peer, что исключает необходимость использования облачных серверов и минимизирует риски утечки данных. За пять минут все возможности AnyType, конечно, не показать. Знакомство будет довольно поверхностным, но постараемся пройти по базе. Скачиваем, устанавливаем, запускаем. Сразу можно пойти в настройки, чтобы выбрать язык интерфейса, сеть и место хранения данных. Оставлю все как есть. При первом запуске жмем «Новое хранилище». Вот собственный ключ, который дает нам доступ с других устройств. Можно сохранить его сразу или позже из настроек программы. AnyType очень дружелюбен и сразу предлагает нас немного обучить. Как минимум показать, что мы можем в нем делать. Возможности впечатляют. Ну а пока о главном. Заходим в настройки своего пространства. Здесь можно выбрать, что именно вы отправите в удаленное хранилище, ну и тип объекта по умолчанию. Поставлю страницу. Самое интересное – импортировать пространство. Можно сюда переехать из Notion. Пишет, что буквально в три шага. В этом видео показать не успею, но если вы попробуете, отпишитесь в комментариях. Теперь общие настройки. Например, язык проверки орфографии, да и интерфейса в общем. Можно установить пин-код на вход в приложение, что очень рекомендовано в целях безопасности. Собственно, тот самый ключ для доступа. QR-код, чтобы входить с мобильных устройств. Итак, сразу в нашем пространстве есть несколько предустановленных объектов. Например, в виде задач уже есть некоторые рекомендации и объяснялки, как добавлять информацию. Здесь блочная структура. Можно создавать и добавлять объекты, перетягивать их, располагая, как удобно. Чтобы добавить, жмем либо плюс рядом с блоком, либо просто ставим слэш. Чтобы вставить ссылку на созданные объекты, жмем значок собаки и потом уже выбираем сам объект. Попробуем создать что-нибудь с нуля. Жмем плюс на нижней панели. Для красивого и структурированного понадобится больше времени, так что только пример. Заголовок. Выбираем иконку и цветовое оформление. Для фильтрации в будущем можно придумать свой тег. Тип объекта. Страница по умолчанию, но изменить без проблем. Дальше чего-нибудь добавим, например, картинку. Все довольно быстро и без каких-либо проблем. Переместим блок. Давайте что-нибудь посложнее. Например, встроим видео с ютуба. Копируем код для встраивания под видео, и все работает как часы. Если нажать на кнопку на нижней панели рядом с плюсом, можно увидеть, как выглядит наше пространство. Честно скажу, для меня очень залипательно выглядит. Не пространство, а вселенная. Объекты можно связывать между собой. Нажимаем на сам объект и смотрим, какие есть возможности. Избранная коллекция, ссылка. Выбираем, к чему привязать, и все. Связь отобразится в пространстве. Из задач, намекающих на главные функции, есть еще установка мобильной версии. Тут со всеми ссылочками и QR-кодами. Ну и рассказывает еще, как удалить все предустановленные объекты, чтобы спокойно пользоваться своим пространством. В наборах задачи, заметки и ссылки, которые вы можете себе добавлять. Типы объектов получается. В библиотеке каталогизированы все объекты, которые вы добавляли, например, файлы и видео, ну и много чего еще. В самом низу можно добавлять и редактировать виджеты, группы, которые будут отображаться в левой рабочей области. Теперь идем в пространство. Попробовал поделиться им с кем-нибудь, но не вышло. Для этого нужно было создать новое пространство и уже работать в нем. Создаем, нажав на плюс слева. Здесь можно выбрать тип пространства. От этого будут зависеть стартовые шаблоны, что может упростить вам работу. А можно выбрать пустой макет и создавать все самому. Пусть будут проекты. Вот пример шаблона. Теперь можно пойти в настройки пространства, выбрать общее и создать ссылку приглашения, которую потом копируем и отправляем. И вот теперь к платным функциям. Бесплатно у вас будет возможность создать три пространства и поделиться с тремя участниками каждым. То есть для личных нужд вполне себе, а вот для команды придется уже платить. Минимально от 99 долларов в год. Повторюсь, на все возможности AnyType времени скринкаста не хватит, но, по крайней мере, можно увидеть его своими глазами и решить, стоит ли тестить более подробно. Лично для меня преимущество AnyType – это возможность работать офлайн и уделенное внимание безопасности. Что будет удобно для вас – решать только вам. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков – Теплица социальных технологий. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Куг Séино